Это тайные символы и загадки в этой картине. Также существует очень много версий, кого же Леонардо изображает на этом полотне. Существует версия о том, что здесь Леонардо изображает сам себя в женском обличии. Версия, что здесь он изображает своего ученика. Также существует версия, что на самом деле этой женщины никогда не существовало в реальности. А это всего лишь собирательные женские образцы. Леонардо да Винчи очень тосковал, скучал по своей матери. Он разлучил с ней в раннем детстве. Однако многие исследователи все-таки приходят к выводу, что на самом деле эта женщина реальна. Она существовала и звали ее Лиза Ден-Джакон. Эта женщина являлась женой флорентистого торговца-шелка, Франческо Ден-Джакон. Выделяют наиболее закадочную такую сфорную деталь в этой картине, улыбку или неповторимую мимику Мона Лизы, которую нужно вспомнить, прежде всего, разгадывая этот закат, нужно вспомнить о том, что Леонардо был первым живописцем-художником, который применял такую технику как сфором. Разбытие. Легкая дымка, легкие тени. Именно этой техникой он моделирует неповторимую мимику Мона Лизы и тончайшие тени накладывает на сколы, на щеки, вдоль на ногу, из-за чего, в общем-то, создается такая вот мимика. Также Леонардо первым описывает два тенда зрения человека. Это центральное и боковое передачество. И он использует этот принцип вот в этой картине. Так? Если мы смотрим на картину в целом, нам кажется, что Мона Лиза врубается. Однако, если мы посмотрим только на ее губы, этот визуальный эффект может исчезнуть. И нам кажется, что это всего лишь научная слава.